Сегодня мы подвели итоги нашей работы за первое полугодие 2015 года, поставили задачи на второе полугодие этого же года. Ну и вкратце о цифрах оперативной обстановки на территории района за первое полугодие можно отметить в следующем уровне, значит, преступность, уровень преступности остался на прежнем же уровне, зарегистрировано 561 преступления, это плюс 7 в первом полугодии прошлого года. Нераскрытыми остались 139 преступлений, это минус 21 преступления, также в первом полугодии прошлого года. Раскрытыми преступлениями за первое полугодие 383 преступления, это плюс 27, тоже в первом полугодии прошлого года. Ну и раскрываемость, соответственно, выросла и составила 73,4%, это почти 5% в прошлом году. Тяжкие, особо тяжкие преступления, а также практически на право на уровне прошлого года, 132 преступления, плюс 7 зарегистрированных. Нераскрытыми осталось 41 преступлений, это меньше на 9 преступлений, чем в прошлом году. Раскрыты 85, это минусы тоже в прошлом году, но с учетом больше-меньше для раскрытых, процент расстраивания составила 67,5 преступлений в прошлом году, и плюс 4% опять же в прошлом году. Зарегистрировано за первое полугодие 5 преступлений, плюс 2 к прошлому году. Направлено в суд 2 преступления раскрытых, естественно, нераскрытыми пока на сегодняшний день преступлений нет, хотя есть одно преступление, загруженное по 105 статье, это убийство, в котором мы на сегодняшний день не работаем, где у нас на сегодняшний день пока конкретно подозреваемых. Причинение тяжкого вреда здоровью, 5 преступлений зарегистрировано, это минус 2 к прошлому году, все преступления раскрыты, процент расстраиваемости соответственно 100%. Имущественный блок. Здесь небольшие проблемы возникли в первом полугодии этого года. Если говорить о зарегистрированных преступлениях, 192 преступления зарегистрированы, плюс 6 тоже в прошлом году, но практически, можно говорить, на уровне прошлого года. Нераскрытыми осталось 90 преступлений, тоже плюс 6 в прошлом году. К сожалению, раскрыли, но в этом году немножко меньше, чем в прошлом году, всего 79 краш мы раскрыли, минус 23 в прошлом году, здесь вот у нас условно. Есть, конечно, раскрытие преступления кража, где-то мы успели закончить в первом полугодии, направить в суд, где-то чуть-чуть слабенько отработали. В первую очередь это район, не город, если в городе и близлежащих, скажем так, к городу, более-менее все будет получено и более-менее все раскрывается. Дальние районы, дальние поселения от города, прибегающие к Сосновому гору, в той стороне немножко у нас проблемы именно с дачными кражами. Драбежей у нас зарегистрировано 7 плюс 5 в прошлом году. Но если помните, в прошлом году в Красном Говоре, что у нас значительное падение было именно трабежей, и был очень большой рост в прошлом году, как раз-таки разбойных нападений. На сегодняшний день, вот, все наоборот, грабежи 7 плюс 5. Одно только преступление пока на сегодняшний день не раскрыто. Суд направленный расстроит 6 преступлений, плюс 4, до центра справленности 85,7 процентов, это тоже с плюсом почти 20 процентов в прошлом году. Разбойных нападений в этом году не регистрировалось, значит, и с прошлого года перешло на раскрытие преступления, направленное в суд, и, соответственно, вот пока, слава Богу, разбойное нападение больше сказать нечего на сегодняшний день. В наркотике зарегистрировано у нас 39 преступлений, это плюс 12 к прошлому году, нераскрытыми встали 13 преступлений. Ну, это мы говорим про сбыт, выделены, где задерживаем сначала хранителя, потом мы рассказываем, где он-то и обрел наркотик, где у нас, в общем-то, процесс доказывания очень сложный после того, как уже задержали хранителя, значит, ну и раскрытие, направленное в суд, на сегодняшний день у нас 29 преступлений, тоже плюс 10. В основном массе мы здесь в этом полугодии поработали именно по сбытчикам, наверное, 2 трети из этого числа направлены в суд, из 29, это именно сбыт наркотиков и только, наверное, одна треть хранителей. В районе, как скажем, не появилось, все то же самое, синтетика, пироин и в какой-то степени морекулы. Буквально на днях мы установили лицо, которое причастно к нескольким грабежам, я так думаю, что как раз нераскрытый грабеж, он у нас перейдет из разряда нераскрытого раскрытия. Я именно левки имею в виду? Это разные люди или один все-таки? Это все разные люди. Я же не говорю о том, что все 7 преступлений совершило одно и то же лицо, нет. Это все разные люди, и в основной массе они были установлены, и головные дела находятся в производстве с установленными личностями подозреваниями. В основной массе мы сначала устанавливаем, а потом уже предъявляем жертвы подозреваемых, скажем так, на лице. Где-то от вещей похищенных идет раскрытие, где-то от личности, где-то еще что-то, какие-то моменты. Просто если это ранее судимый, мы сейчас, кстати, снова пошли, тема поднимается о том, что не устроиться на работу люди. Что говорят они сами? Когда задерживают? Вот этот вот момент, наверное, у нас новополагающий на сегодняшний момент, с учетом того, что с трудоустройством, конечно, сейчас все плачевно. То есть нет средств существования просто у людей. Естественно, мы говорили об этом с вами, если помните, наверное, по итогам прошлого года, в январе этого года. По итогам 2014 года, когда подводили то, что у нас на сегодняшний день, в общем-то, возможно, такой вариант, когда не будет средств существования, особенно вот этой категории вязьбы, которая будет освобождаться, соответственно, кому, наверное, в районе не нужно. Ну, это не только район, наверное, примените, это... Ну, это же и дачная, и кража тоже самое получается. Ну, мы вот обо всем говорим, что люди ранее судил, а на сегодняшний день, наверное, где-то, наверное, встанут опять на свой путь предыдущий, зарабатываемый другим путем, преступный. Ну, у нас сейчас начнут выходить на свободу наши... По амнистии, я тоже хотел спросить, а амнистия это сыграло свою роль? Вы знаете, амнистия ведь там категория немного не та. Я думаю, что особых таких-то печальных последствий не должно быть. В основной массе эти люди вышли и на сегодняшний день нашли себе применение, и я не вижу каких-то проблем с этой стороны, и там каких-то там возрождений 90-х, может быть, там возрождение каких-то там группировок, групп там, и все в таком духе, но на сегодняшний день этого района нет. Есть вот неприятности такие, вот именно от приезжих, можно говорить уже теперь, наверное, не о конкретном гастарбайках, а о приезжих, которые, в общем-то, с других регионов, даже в России, на сегодняшний день. Вот свежий пример, это, значит, приезжие люди жили совместно, ну, как совместно в одной комнате, вот, работали там на предприятии, на строительстве. В итоге один пришел домой, похищенные, значит, золотые изделия, там видят цепочки, как он выглядит, значит, и напарный конец. Ну, вроде как, установили лицо, и своевременно, в общем-то, заявление было, поступило. Мы связались, скажем, с железной дорогой, посмотрели, куда он взял билет, поехал, и уже на подъезде к определенным станциям связывались с коллегами, которые нам помогли, скажем, раскрыть это преступление. Отдельно, конечно, хотел остановиться на, опять, наболевшем, это мошеннические преступления, которые в сегодняшний день присутствуют. Снятие со счетов, с банковских карт, ваша карта заблокирована, подойдите, там, нажмите вот это, а потом продиктуйте пир-коды. Вот, очень, скажем так, но если не каждый день, то в неделю несколько заявлений о хищении денежных средств со счетов случаются. Не защищены на 100% денежные средства, находящиеся на счетах, на карточках. Где-то там карточку потерял, это одно, а когда идет, там, подойдите, включите и выключите, и еще что-то, и деньги просто никуда. И, соответственно, мы уже говорили тоже об этом, что процесс раскрытия преступления достаточно, наверное, долгий, трудоемкий. Пошел предупредить, чтобы все-таки вот простые элементарные вещи, как ваша карта заблокирована, подойдите к банкомату, там, что-то, позвоните нам, но убедительно прошло этого не делать. И вот столкнулась женщина, которую обманули мошенники, сейчас покупка билетов электронных, и она отправила деньги, совершенно не понятно. Покупка товаров, мы тоже об этом говорили, покупка товаров, покупка электронных билетов, это все на сегодняшний день для мошенников, конечно, благоприятная там, в общем-то, обстановка. И опять же, это говорит о том, что все люди, которые купили билеты, там, электронные билеты в электронном виде, перечислили деньги, что никто никуда не уехал, не улетел. Но это то же самое, как и продажа машин, о которой мы тоже, в общем-то, говорили, перечислили деньги, и я снимаю ее с продажи, и завтра вы приезжаете, и вот такая будет цена красивая, хорошая ваша машина. Вот у нас машина стоит во дворе на сегодняшний день, Land Rover Freelander, достаточно свежего года, за смешные деньги, которые оказались, в общем-то, в угоне просто-напросто. На сегодняшний день человек задался целью купить какой-то определенный автомобиль, какую-то марку, выбирает, значит, заходит в интернет, на тот же автору, там, или еще какие-то другие сайты, и видит, что, значит, и рассчитывает, что машина, допустим, которую он хочет купить какого-то определенного года, и денежки с учетом его материального, в общем-то, состояния, будет стоить 500 тысяч. Но когда он заходит на сайт и видит, что за 500 тысяч, его номер осталось, предполагает, что это будет, допустим, там, какого-то определенного года, ну, 10-го, 2010-го года, к примеру. Значит, заходит в интернет и наблюдает картину, когда за эти деньги ему предлагается машина не 10-го года, а 12-го или 13-го года. Соответственно, ну, и как, да, почему бы я 10-го должен покупать, если есть предложение, намного интереснее, свежее, и потом я даже, в конце концов, покатаюсь и буду продавать, и эти же деньги я, в общем-то, опять выручу. Грек звонит, значит, завязывается разговор, я, допустим, там, продавец рассказывает о том, что ему срочно просто нужны деньги, соответственно, звонков очень много, я сегодня выкинул в интернет, вот. Вот, если у вас заинтересованность есть, вы в покупке моей машины, значит, перечислите мне энную сумму денег, я ее снимаю с продажи, и вы завтра приезжаете, ну, к примеру, завтра, потому что в основной массе это другие регионы, значит, завтра приезжаете, машина стоит, мы с вами идем оформляем, и уже за минусом вот этой перечисленной суммы вы доплачиваете мне, вы забираете машину. Вот примерно схема какова. С люками, да, люки раскрыли, люки были кражи, у нас несколько дней здесь, да, в Кингисеппе, в старом районе снимали люки, мы здесь тоже эти кражи раскрыли. На сегодняшний день в районе Котельского кража проводов, да, просто великолепно, значит, вчера задержали лицо, которое, в общем-то, тоже дало несколько лет с повинной на, там уже группа даже будет, ну, значит, тем более группа лиц, которые совершали хищение вот этого окна. Воруют? Ну, просто говорят, что активно принимают пункты, воруют. Я уже хотел сказать, воруют, почему? Потому что, потому что принимают, поэтому и воруют. Хотя проводом работы, естественно, есть приемные пункты, момента. У нас большее количество в этом году поступлений небольшой средней тяжести совершено в быту, в большей части, профилактика участковая более высокая, поэтому у нас в этом году тяжких, особо тяжких преступлений на бытовой площадь, ну, так и чисто нет. Единицы. По несовершеннолетнюю в этом полугодии очень активно работали наши отделы по делам несовершеннолетних. У нас количество преступлений совершенных несовершеннолетних значительно ниже, чем в прошлом году, всего 8 у нас было совершенных. По уявлению недобросовестных продавцов, которые создают алкогольную, табачную продукцию, несовершеннолетних. Даже в этом году было возбуждено одно уголовное дело на продавцов, которое первый раз привлекалось к административной ответственности, выведок не сделало, что нас там большие, и второй раз продало. Сейчас уже будет привлечена к административной ответственности. Мы в любом случае выезжаем, пытаемся угомонить граждан, которые мешают соседям отдыхать. Собираем материалы и на сегодняшний день управляем административную комиссию в администрацию, которые, в общем-то, тоже на сегодняшний день, особо решений никаких не принимают, связи с тем, что у них комиссия, как такова, еще не создана по рассмотрению данных материалов. Соответственно, получается, что гражданин хочет какой-то справедливости, затем мы собираем материалы, оформляем их туда, и через время они возвращаются назад в связи с тем, что они не полномочены на сегодняшний день принять решение по нарушению тишины и именно в соответствии с федеральным законом, вернее, с согласным законом городской области. В каком-то из регионов пошли на то, что заключили какое-то соглашение и работали? Мы согласны, потому что мы и так и так работаем. Только выхлопа нет? Результат получается? Результаты нет. Результаты есть, почему? Все равно не останавливаем эту работу. Все равно ее ведем. Но, по крайней мере, к сожалению, нет этого рычага, окончательного рычага отношения от лиц, которые тут нарушают этот закон. Пусть и областные, даже на следующий день пока. Ну и моральная сторона, в общем-то, людям тоже надо отдыхать. И, понятно, что надо как-то помогать в этом плане. Вот, к сожалению, пока так. Ведем набор на сегодняшний день с патрульно-постовую службу и службу участкового полномочия.